Алексей Кунченко по прозвищу Росомаха является одним из сильнейших бойцов полусреднего веса в нашей стране, начиная с 2013 года. На любительском уровне он становился вице-чемпионом России по смешанным боевым единоборствам и чемпионом России по армейскому рукопашному бою. В профессионалах выигрывал 20 поединков подряд и завоевывал пояс чемпиона M1 Challenge, а также провел ряд боев в UFC. На раннем этапе его карьеры Алексей отличал просто невероятную ударную мощь. Казалось, что в его кулаках вскрыт настоящий динамит, благодаря чему он 13 раз отправлял своих соперников в нокаут, а каждый его бой ожидался зрителями с большим интересом. В 2015 году на турнире S-70 нокаутера из России ожидала непростое испытание в лице ветерана турниров Bellator и Strikeforce Рона Кеслера. Американец обладал огромным опытом в вольной борьбе, в которой он практиковался еще со школьной скамьи, был искушен в грэплинге, доходил до финала Гран-при Bellator и приехал в Сочи для того, чтобы остановить победную поступь российского ударника и нанести ему первое поражение в карьере. Встречайте новинку от настоящего отечественного бренда Великорос. Коллекцию премиальных кожаных аксессуаров, бумажники и кардхолдеры, надежное место для хранения ваших денег и банковских карт, выполненное с огромной любовью к русским традициям. Красивые орнаменты, нанесенные методом горячего тиснения, будут радовать вас каждый день. А жизнеутверждающий лозунг заставит одобрительно улыбнуться каждого, кто разделяет философию и ценности настоящих великоросов. Также достойным атрибутом станет и удобная, практичная ключница. Ключи от вашего дома хранятся небережно и безопасно, не извиняя лишний раз и не повреждая других предметов в кармане или сумке. Ну и конечно же, ваш паспорт тоже должен быть одет с душой. Элегантная обложка с оттиском могучей медвежьей лапы и надписью «Великорос» надежно сохранит ваш главный документ. Все изделия выполнены из высококачественной буйволиной кожи «Краст» и «Крейзи». Ведь издавна Рульс славилась искусственными кожаных дел мастерами. Пришло время возродить эти обычаи. Специально для подписчиков нашего канала по промокоду «М1» Великорос дает скидку. Ссылка на магазин будет в описании и закрепленном комментарии. Обязательно переходите и заказывайте вещи от настоящего отечественного бренда. Вот этот парень, этот американец Рон Кеслар – это, пожалуй, самый серьезный из тех бойцов, которые оппонируют сегодня нашим ребятам, которые на данный момент вышли в ринг. Итак, смотрим. Начинает Кеслар, но сразу же получает навстречу от Кунченко. Никуда не торопится американец. Выбирают сейчас бойцы дистанцию, наиболее удобную для себя. Потому что то джеб, то такой миддл кик выбрасывает Рон Кеслар. Причем сейчас даже не совсем понятно, кто будет работать первым номером. Примерно находятся бойцы близко к центру ринга. Статичное положение занимают. Никакой работы сейчас на ногах нет. Ударов крайне мало. Ну и первую минуту присматриваются друг к другу эти ребята. Никто не хочет первым показывать свои козыря. Периодически беспокоящие джебы или удары сильнейшей правой рукой. Но опять же не вкладывается в них Рон Кеслар. Пытается он выманить, вытащить на себя Алексея Кунченко. Сам Кеслар позиционирует себя как бойца, прежде всего делающего ставку именно на работу в партере. Гробовая тишина сейчас в зале комплекса «Платформа». Напряжение висит в воздухе. Вот сейчас передней ногой ближний к сопернику выбрасывает Хайки Кунченко. Но опять же это все такая игра на нервах друг друга. Кто первый сорвется в этой ситуации, тот скорее всего и проиграет. И призывает сейчас Кеслара начинать уже работать. Его тренеры из угла. А начинает Кунченко. Проходит вперед и попадает сейчас такой очень тяжелый, жесткий. Без замаха правый удар снизу сбоку. Отвечает правым прямым Кеслар. Начинает потихоньку американец вкладываться в удары. Но Кунченко очень собран. Тактический характер с самого начала принял этот поединок. Не торопятся спортсмены в партер. Никто не собирается делать пока что тейкдауны. Не было ни одной попытки за первые три минуты. Видимо устраивает и того, и другого то, что происходит в стойке. Провалился сейчас правым прямым Кеслар. И сразу же двойку навстречу получил. Правда, все пришло в защиту. Кунченко начинает поддавливать. Пожалуй, одна из немногих многоударных комбинаций. Опять же, прекрасно Кеслар чувствует дистанцию. Уходит вовремя с линии атака россиянина. Вот в лоу-кик сейчас вкладывается Кунченко. Но опять же, одиночный удар. Продолжение эта атака не получила. Еще один лоу-кик. Но постепенно начинает разбивать ногу. Ворону Кеслару Алексей Кунченко. Навстречу тройкой отрабатывает Кунченко. Вот сейчас было попадание. Но опять же, ничего критичного. Кеслар занял такую ожидательную позицию в этом поединке. И все лоу-кики по левой ноге уже сыплются с обеих сторон на ногу Рона Кеслара. Будем надеяться, что именно этот фактор, фактор вот этих многочисленных лоу-киков, и сыграет решающую роль в этом поединке. Вновь многоударная комбинация с движением вперед. Абсолютно правильно делает Алексей. Идет вперед с ударами. Старается не застаиваться. Сейчас отрабатывает Алексей навстречу. Еще один лоу-кик. Последние секунды первого раунда. Ну что ж, первый... И в свое время, вот до этих трех поражений подряд в Беллатере, Рон Кеслар был одним из таких... Ну, не буду говорить, что топовых бойцов Беллатера, но, в общем-то, из бойцов, которые внушали уважение. Да и внушают, пожалуй, до сих пор. Второй раунд. Ну и начинается он так же, как и первый, на дальней дистанции. Изредка бойцы обмениваются ударами. Давайте поддержим бойцов аплодисментами. Ну и вносит свою лепту ринг-анонсер. Проходит сейчас миддл-кик. Очень хороший у Кунченко. Как раз начал движение вниз головой Кеслар. И едва это не стоило ему тяжеленного попадания от Алексея. Вот опять многоударная комбинация от Алексея. Судя по всему, было сейчас опять болезненное попадание. Хотя Кеслар боец очень хитрый. Может он имитироваться проблемы после удара, пропущенного соперником, для того, чтобы заманить того в ловушку. Но пока что мы видим, что Кеслар стоит. Кеслар терпит. И по большому счету ничего не делает. Он не может не понимать, что проиграл первый раунд. Сейчас навстречу отрабатывает двойка. И Кунченко молодец. Здесь, пожалуй, Алексею не стоит ввязываться вот в эту игру в партере. Он прекрасно себя чувствовал полтора раунда почти в стойке. Явно перебивал соперника. Ну а сейчас шанс для Кеслара. Затянуть россиянина в партер. И попытаться, в общем-то, видим, что прям вцепился, как питбуль в ногу российского спортсмена. Рон Кеслар. Но Алексей молодец. Грамотно обороняется. Сейчас тяжелые удары по корпусу наносят. Никак совершенно не защищается Кеслар. Обычно, кстати, в заокеанских промоушенах уже начинает рефери говорить в такой ситуации, что необходимо активнее обороняться. Вырывает ногу все-таки Алексей. Руки быстрее у Алексея. Он техничнее в стойке. И вот попадание становится больше и больше. Шитайский клинч не прошел урона Кеслара. Неплохо бы добавить еще лоу-кик Алексею Кунченко, которым он просто разбивал ногу оппонента в первом раунде. Но сейчас Алексей на руках именно проводит этот раунд. По большому счету все ему удается. Да нет какого-то брутального пока что финиша. Нет такого натиска, которого мы видели в предыдущих поединках. Но это совершенно другой бой. Он интересен именно вот такой своей тактической игрой. Интересен игрой нервов. Ну и словно услышав меня, Алексей Кунченко включает лоу-кики на последних двух минутах второго раунда. Вот очень странно. Рон Кеслар подходит к концу второй раунд. Второй раунд американец проигрывает. И он просто ничего не делает. Возможно, психология такова, что лучше проиграть решением, но проиграть, в общем-то, в примерно равной борьбе, чем пойти вперед и проиграть катастрофически нокаутом. Последняя минута второго раунда. Но Кунченко хотя бы что-то пытается делать здесь. Да, нельзя назвать темп, предложенный россиянином каким-то сумасшедшим. Но Рон Кеслар не делает вообще ничего. Да, я повторяю эту мысль из раза в раз, но просто по большому счету уж и комментировать нечего, кроме вот этого сейчас мощного бокового левого, который прилетел от Кунченко. Самое тяжелое, пожалуй, попадание. Опять левый боковой попадает сейчас Кунченко. Хорошая концовка раунда. Ну и вновь российский боец начинает активно. Как только Кеслар пытается идти вперед, сразу же жестко его наказывает Алексей. И сам атакует сейчас через руку правой. Прошел колено навстречу. И тейкдаун проводит Рон Кеслар. Вот на что он рассчитывал. И вот сейчас именно эту ситуацию, именно эту позицию будет пытаться он реализовать, а точнее реализовать ее потенциал. Рон Кеслар опасен именно в партере. Прекрасно понимает Кеслар, что, возможно, это единственный шанс, который предоставился ему по ходу этого поединка. Блокирует ногу соперника. Сейчас уже и переходит в полный гард. Закрывает этот замок ногами на спине своего соперника Алексей Кунченко, прихватывает за руки Рона Кеслара и не позволяет практически американскому бойцу работать. Слышим сейчас, что Алексею подсказывают, что бойцы уже скользкие и можно уйти. Как раз именно это и делает Алексей. Едва не попадается он на гильотину. Но все в порядке. Все в порядке. Алексей встал. Остается три с половиной минуты. И спуртует Алексей. Вот это да! Правый попадает. И нокаут в третьем раунде. Тяжеленный нокаут. Субтитры подогнал «Симон»!